доброго времени суток приветствую вас всех на моем канале давайте сегодня посмотрим на то саму вот организацию эту организацию уж очень они нам начинают пальчиком грозить предупреждают готовят там еще подразделение высылу готовятся польские там огромное количество военных но давайте попробуем посмотреть что их ждет до конца этого года и дальше на следующий двадцать третий год поддако всему сегодняшнего дня возьмем и до конца двадцать третьего года что ожидает нато как организацию ну настроены они по-боевому и готовы в любой момент ринуть вперед как собакам дадут команду фас вот они сразу отправиться в путь мы попробуем то сейчас за ситуация надо как именно как организацию смотрим ну пока они друг друга поддерживают но при этом идет очень серьезная внутренняя борьба ситуация пока еще у них стабильная но рашу но шатания как говорится брод и шатания уже начались слишком они за зависимы а зависимы от кого зависимы они от тех которые им могут что-то дать новое там допустим какой-то технику тех же в военном солдат то есть они очень серьезно зависят от внешних факторов мы понимаем да что не будь американцев не будет и надо и вот от этого они очень серьезно зависит они понимают что самих у них ничего нет то есть если посмотреть по этой карте молодой человек стоит практически в пустыне то есть у самих у них ничего нет поэтому вечном поиске чего-то кто поможет кто подаст и так далее то есть в общем то очень странная организация ну мы можем понимать да с чем это связано то есть это американцы создали чтобы еще и с военной точки зрения контролировать полностью европу вот но в плане именно как союз то есть это со стороны выглядит конечно очень странной организации ну давайте посмотрим что эту организацию именно в плане организационном ждет следующем году до конца следующего года то что они имеют не имеет силы больше показуха вроде много бы всего а за занавесью пусто слишком много сил для поддержки требуют за душонкой пусто нету ничего и в любой момент можно и упасть будет падать свысока будет очень больно но при этом будет слышно всем слишком много слишком много возомнили слишком много но придумывали слишком много фантазии фантазировали но результата нет как нет и за их вот эту фальшь фальшь заплатить придется строго эта дама смотрит вдаль и всегда мячом ударить готова справедливость восторжествует и накажет всех кто был неправ а другим помочь захочет а другим помочь захочет не могу сказать словами а вы знаете как как будто подъем идет вот то есть вот кто на данный момент прижат вот этими натовскими организации натовской вот прибит да то есть боятся что-то вякнуть они начнут подниматься а все вот эти страны которые сейчас в нато они получат свое наказание и это будет по справедливости потому что все что вроде бы ну расшифровываю информацию все что вот вроде было казалось бы во вне не слой что мы вот такие крутые у нас все есть оказалось что на самом деле вот если посмотреть на эту карту очень интересно да мужик сидит довольный сверху стоит 9 кубков все отлично у меня все есть а на самом деле там за белой ширмой пустота там белое все там ничего нет там стена выкрашенная белой краской и не более того то есть вовне несется очень серьезная информация я понимаю что конечно уже у них есть техника есть все но на самом деле не столько этого в Европе над этого в общем то в Европе американцы как бы за лужей находятся то есть они ничего не боятся а основное это все вот это вот составляющее это в Европе а на самом деле они не могут особо ничего то есть они вот это все стараются делать как вот это вот в принципе карта говорит это вот применять силу но в белых перчатках очень мягко то есть они говорят пугают всех но на самом деле пусто карта шут это бессмысленное пустое занятие упасть можно запросто с горы и тогда действительно грохота будет очень много а вот тут у него всего лишь мешок потому что маленький мешок ну которым считается что вроде есть какой-то опыт то есть каждый раз мы переходим мешок пустой практически да там почти ничего нет вот тут вот если присмотреться очень похоже как будто там вертолет тут нарисован вот я думаю что видим да ну то есть это какие-то складки но это ничего а так вот дурачок такой конечно же они не дураки это понятное дело тут все продумано но дальше все развитие будет идти по справедливости а вот эта карта часто очень говорит о том что все разговоры все планы окажутся всего лишь иллюзией ни о чем то есть они планы идеи желания они останутся на том месте где они были слишком много хочется а то что на самом деле нужно но закрыто но и мне доступно так это шла информация из потока но может быть немножко коряво звучит просто чтобы это обычно идет написание информация пока я не научилась сразу переводить такой вот хорошей стихотворной форме недавно такое у меня стало получаться поэтому не судите строго но вот такая шла информация она шла именно из потока это не связь с кем-то это поток высших давайте посмотрим что будет в НАТО до конца следующего года именно как военные организации да то есть мы тут посмотрели как просто организационные момент а вот а именно как военная организация интересно интересно в том плане что пока они будут вот в таком вот все вместе то есть вот эта карта семьи как объединение в одно целое они пока будут вот вместе но уже некоторые чего-то себе начинают придумывать пока это только на уровне мыслей фантазии желаний ожиданий вот но вот хотелось бы почему об этом говорю тут и если посмотреть рыцарь как бы уходит не приходит если было бы сюда то это значит говорила о том что кто-то хочет вступить на то а отсюда значит кто-то скорее всего из нато хочет выйти и именно вот как боевой военной организации и в следующем году им будет очень тяжело вроде бы финансы есть тут все до кучки все собрано все платят взносы или платят взносы основные государства только другой вопрос как эти взносы будут в этом году платиться когда такой кризис идет в Европе будет им очень тяжело слишком они много на себя взяли слишком много решили что они вот такие вот молодцы и предстоит делать выбор потому что будут очень серьезные трудности у организации именно как военные вот им придется решать выбирать как выходить из этой ситуации придется идти на договора ну мы можем предположить так как ситуация сейчас связана с Россией то вполне возможно будут попытки каких-то договоренностей с Россией но очень много будет там самим им непонятно и соответственно непонятно тем кто находится в составе НАТО или хочет и ждет вступления они в следующем году туда не вступят слишком тяжелая ситуация и если эти государства которые хотят вступить они не имеют денег там же взносы платятся вот если эти государства не имеют денег они не вступят в НАТО потому что у НАТО у самих сейчас сложности будут не смогут заплатить даже взносы те государства кто раньше содержал НАТО и для НАТО период благоденствие заканчивается подходит к концу придется им искать разные способы ну как-то решить свои вопросы они могут попытаться куда-то влезть с Россией не получилось и теперь страшно с Россией что-то затевать но они могут попытаться влезть куда-нибудь вокруг России ну это будет решать сверху более высокие это самое будут выбирать куда в мире можно залезть так чтобы избежать столкновения прямого с Россией но при этом начать решать какие-то свои военные вопросы как у них финансовая ситуация сейчас только вот одна карта вышла а так как бы с финансами ну в принципе неплохо но при этом придется очень многое им отстаивать защищать может быть даже ну как грубо говоря какие-то финансы будут планирование составляться но должно быть именно так что не все в финансовом плане у них будет весело а вот придется очень жестко деньги выбивать чтобы чтобы остаться сохраненным войдут натовские войска в косово нет как ни странно но нет хотя очень бы хотелось но они сейчас туда не пойдут они решат чтобы вот этот конфликт сербии косово сами они разгребали не потому что что-то другое затеет чтобы у них удачно это все сложилось то есть постараются воспользоваться случаем удачным другом направлении это бывшая какая-то наша республика ну я имею ввиду СССР вполне возможно что да та республика за которую мы на данный момент в общем-то переживаем это Армения да но пока у них еще не все в Армении готово поэтому не складывается так как они хотят еще они не успевали не успели что-то в Армении создать или подготовить чтобы планы сработали пока у них планы не срабатывают так будет ли война с Россией они планы конечно простраивают и очень серьезно над этим вопросом думают но понимают что это не сейчас сейчас это нельзя сейчас они к этому не готовы именно именно к такому серьезному конфликту но нам надо будет иметь ввиду что пока существует нато это угроза будет всегда сохраняться вот потому что это вот как бы движение вперед идет но это карта очень медленно и поэтому это не сейчас сейчас не будет им приходится от этого плана отказываться не сейчас а когда-нибудь ну такой момент может предоставиться если они что-то изменит но при этом ситуация не поменяется в мире ну и тем более если они сами сохранятся то и будет сохраняться это намерение в двадцать четвертом году нато рассыпется вполне возможно что у них возникнет какая-то финансовая ситуация то есть им могут помочь развалиться ну либо будут выделять деньги на что-то то есть они откуда-то будут эти деньги получать но не будет такая несмотря на то что ему могут помочь финансово да какая-то помощь может быть ну те же американцы могут поставить туда оружие в европу в европейскую часть нато вот они не будут понимать что дальше с этой организации вообще делать мысли будут разбредаться то есть она начнет потихоньку загибаться ну вот вполне возможно что в двадцать пятом году где-то она и рассыпется но опять же карты никогда точного дата не говорят все зависит от того как бы будут дальше складываться события но уже в следующем году у нато возникнут серьезные проблемы начнут выходить даже если они выходить не будут так чтобы это озвучивать то они постараются отодвинуться от натовских всех этих планов обязанностей даже просто банальность того что будет кризис оплатить им нечем везде нужны взносы везде бюрократическая верхушка живет на чьи-то деньги ну вот такой расклад получился про нато желаю нам всем мирного неба над головой чтоб это как можно быстрее закончилось берегите себя берегите своих близких и до новых встреч